Мне это не совсем понятно. С одной стороны, он говорит, что это наш корень, и от него мы наслаждаемся, и творит с доброй, творящей добро, и желает только отдавать. Но ведь для нас очень тяжело отдавать и думать о ближнем. Даже думать об этом тяжело. Мы не устроены для того, чтобы отдавать. Ну, по крайней мере, доставить наслаждение, подумать. И не устроены для того, чтобы доставлять его наслаждение. Мы должны достичь этого? Это не по природе. По природе он создал нас, чтобы наслаждались от него. Он дает, я наслаждаюсь, как младенец на руках матери. Он наслаждается от отдачи матери, от воздействия матери, и все это в чистом виде желание получать. Но я все еще не понимаю, почему он пишет, что то, что есть в нашем корне, приятно для нас. Это приятно, потому что это те же самые свойства, которые у меня создали. Но ведь отдавать ему? У нас нет этого. Нет, отдавать его — это его действие. Верно. Я даю тебе пример маленького ребенка. Ребенок наслаждается от матери. Мать дает мне тепло, целует, обнимает, кормит меня, моет, укладывает спать, рассказывает мне что-то, поет, все делает мама. Это то, что я получаю от мамы. Этим я наслаждаюсь. Что это такое в общем? Это называется ее любовь ко мне. Я наслаждаюсь от этого выражения любви ко мне. Наслаждаюсь от разного рода проявлений любви. Да? Но что я сам так должен делать? Я так и не устроен. Я устроен для получения и наслаждения. Но ведь мы не можем сказать, что мы наслаждаемся от того, что мы получаем от Творца, от всего. Это уже проблема в системе, которая неисправна. Но если бы мы получали Малхут Бесконечности, она получает все благо от Бесконечности, от Творца, это называется, что она там раскрывает все. Безграничное наслаждение, поэтому называется Малхут Бесконечности. Только вместе с этим в ней раскрывается еще стыд. Это уже добавка, которая идет потом. Но все, что Творец хотел дать Творине, он дает, наполняет Малхут. И она целиком просто наслаждается, не может пошевелиться, не может делать ничего с собой. Потому что все желания, все, что есть в ней, во всех видах желаний разных, наполнены. Она не может пошевелиться. Ты можешь представить себе кого-то, кто наполнен наслаждением. Для того, чтобы пошевелиться, должен быть хиссарон. Он наполнен, полон. Как может быть, что он пошевелится? Поэтому получается так, что если бы не было стыда, мы бы остались бы на уровне неживом. И все. Только стыд переводит нас дальше в развитие.